Как вы думаете, сможет ли маленький монах Шаолинь использовать свою внутреннюю ци и годы уединенных тренировок, чтобы одолеть в неравном бою гигантского кикбоксера? А вот это мы и узнаем. Привет, стальные големы! С вами проект мой Тай Сикея и я, Арченко Виталий. А сегодня мы посмотрим на удивительный бой между монахом Шаолинь Елонгом и гигантским кикбоксером Хонг Манчоем. А пока наши бойцы сражаются на ментальном плане перед физическим боем, я скажу про них пару слов. Елонг довольно опытный боец, у которого за плечами 74 боя, 61 из которых он выиграл. Мало того, он сходился в ринге с такими легендами, как Буакави Сити Чай, а это дало ему немало опыта. Монах Шаолинь номер один, как он сам себя называет, довольно матерый боец. А какой именно, я уже делал видеообзор, который вы можете посмотреть в подсказках. Поэтому, думаю, корейскому монстру легко не будет. Сам Хонг Манчой тоже не новичок. Несмотря на то, что у него за плечами всего 18 боев, но это бои с лучшими бойцами, можно сказать, с легендами. Такими, как Майки Мо, Мирка Кроков, Федор Эмильяненко и многие другие. При росте 218 сантиметров он весит 150 килограмм. Думаю, нам тяжело представить этого гиганта. И увидев его вживую, можно испытать шок. Не то, что выйти против него в ринг. Но на это не монахи Шаолинь, чтобы голыми руками драться со львами, разрывать пасти тиграм и нокаутировать корейских Годзилл. Разница в росте между бойцами 42 сантиметра. В весе 77 килограмм. То есть Елонгу нужно съесть самого себя, чтобы сравняться с Чоем. Кто спарринговал с ребятами, которые выше хотя бы на 20 сантиметров и тяжелее на 20 килограмм, может приблизительно представить, насколько это тяжело. А здесь разница просто колоссальная. А ты можешь написать в комментарии, какие у тебя были самые большие соперники. Субтитры сделал DimaTorzok Но перейдем к бою. С первых секунд боя Хонг бросился в атаку, как бешеный слон, в надежде растоптать мелкого тигренка в лице своего оппонента Елонга. Но удары были слишком неточны и слишком слабы, чтобы так просто отключить стальную башку Шаолиня, которую он набивал ни в одном бою. Несмотря ни на какие препятствия в антропометрии, китайский мастер кунг-фу бросается в атаку и сыпет удары. Причем эти удары доходят до цели. А вот от Годзиллы, кроме стартовой атаки, мы ничего не видим. Елонг нащупал свою тактику боя. Он резко сокращает дистанцию, пробивает лоу-кик и сразу добавляет боковой спаджопы. Для того, чтобы достать до головы Хон Манчоя, монаху нужно полностью поднимать руку вверх. Конечно, при такой позиции руки удар не будет особо сильным, но и этого корейцу хватает. Вы обратили внимание на еще одну фишку Шаолиня? Когда он промахивается лоу-киком, то сразу добавляет бэкфист. Правда, в данном случае он бесполезен, так как удар приходится на грудь монстра. Но само техническое действие очень хорошее. Таким способом он чуть не отправил в нокдаун Буакава. Отличный удар с разворота от Монаха, который стал развязкой боя. Правда, развязкой очень непонятной и спорной. После попадания Хон Манн остался стоять на ногах, но просигнализировал рефери, что получил удар в пах. Уже после чего прошкандыбал в угол и сел на канвас. Бригада судей просмотрела многочисленные повторы, на которых было видно, что удар пришелся в нижнюю часть живота, а не в пах. И я с этим согласен. Но корейская Годзилла не захотел продолжать бой, сославшись на боль между ног. Мне кажется, что Монах Шаолинь применил секретный удар хвостом дракона, лишающим мужской силы. А Хон Манчуй догадался, что после такого боя вообще может остаться импотентом, если мастер кунг-фу еще чего-нибудь применит похлеще. Поэтому от греха подальше решил спрыгнуть с боя. Все-таки из-за деньги здоровья не купишь. А что, по вашему мнению, произошло? Напишите в комментах. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. Они должны увидеть, как мастерство побеждает массу. А если ты хочешь рубиться еще лучше, чем Монахи Шаолинь, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok